Друзья, здравствуйте. Маш, привет. Здорово, привет. Это снова мы на Бару. Снова мы про Икея. И мы с позволения Маши решили все-таки вам допоказать эту классную обустроенную квартиру. Причина была то, что материал был загублен. Я хотела это и сказать. Дмитрий Юрьевич уже все сказал. Пойдем. Почему тебя не слышно? Слышно. В общем, дублируй Диму. Дима сказал, что у него запорот был материал, поэтому снимаем заново. Пойдем покажем табличку. Нас в этот раз уже по-другому встретили. Да. В цвете. Вот в таком цвете. Все тем же вот ТТБ, который у многих почему-то не пишет. Наверное, просто, может быть, ручки из другого места растут. Не будем пальцем тыкать. Исправили определенные ошибки, которые нам... Цифра 2. Подписчики сказали, что вот не так надо было написать. Все исправили, все поимели в виду. Я художник, я так вижу. Ну, где-то да. Ну что, показывай свою классную кухню. Да, пожалуйста, welcome. Мы-то уже все знаем, все видели. Ну, про Экспедит, как я его натирала, оказалось, он такого цвета и должен быть. Хорошо, что я его не оттерла. До дырки бывать. Да, до дырки. Сколько квадратов кухня? 12. 12? 12. В принципе, ну да, это такая полноценная комната, и сразу остатки в наряд. У нас спальня один. Что ж, у нас такая спальня, что ли, по размеру? Ну, примерно, да, кстати. Ну да, они стандартные бывают. Ну да. Так, давай сначала. Это Экспедит, который сейчас коллакс, но другая толщина, и у Маши он стоит на колесах. Колеса ведь не икеевские. Колеса не икеевские, из хозяйственного магазина. Поставила сначала их... У тебя их 4? Пятый. Пятый я поставила, потому что он стал прогибаться. Хотя ничего тут тяжелого не было. Но он же бумажный. Он пошел. Но как у тебя ничего тяжелого нет? У тебя раз, два. Это потом. А, то есть он прогиб, пошел у него до техники. Он пустой был еще до техники, пошел прогиб. Ты знаешь, возможно, все-таки в чем дело? Ты же его ставишь, ставишь на колеса, и все равно вот это вот провисание есть. Поэтому я все-таки рекомендую сюда либо опорную ножку, либо у тебя здесь колесико. А так, если двигать не планируется, то опорную ножку. Дверки, вставочка и ящички. Ящички так приличненько прям набиты. Ой. А, кстати, вы смотрите, фишка, да? Эти же ящики сейчас идут под коллакс. Глубина. Опа. А это в стенку уперлась. Или там у тебя вон чуть-чуть? Это в стенку уперлась. А, вот в чем фишка. У тебя здесь еще пустоты есть немножко. Тут же из-за плинтуса он не встает. Понятно. Ты хитрая какая. Я ничего вообще не придумала специально. Просто плинтус, и он из-за плинтуса колесико не позволяет. Это ведь надо. В чем отличие Экспедита от коллакса? Цвет. Все-таки у коллакса сейчас, вот он прям видно, да, на дверке дел. Переход белый. И здесь он такой вот молочно, как у Вардагина серии. Такой белый, ну не бежевый, но в другого все равно оттенка. Это к тому, что не надо натирать и отмывать пытаться. Да, сотрешь до дырок фига. Так, дальше давай показывай. А, нет, цветочек у нас вот здесь. Фихуёшка. Да. Дима, фихуёшка можно сказать? Это матом не будет считаться? Плоскательный уменьшительный. Вот этот вот кашпо. Оно у тебя и в комнате такое же. Оно и в комнате, да. Вот этот цветочек тоже. Это у нас, господи, кто она? Рождественская звезда. Да. Попсинтия. Да. Меня поразило, в Италии они вообще как мусор растут. Вот как у нас мать и мачеха. Да, они вот в декабре, они цветут вот как мусор. А у нас за ними гоняются. Ага. Вот это вот штучка. Это у нас одна из, в принципе, новинок последнего года. Она идёт как стенд, но ты её используешь как держатель. Я использую как держатель, ну и как прикрыть, чтобы тут провода не лезли, розетки лишние так вот сильно по глазу не лезли. Ну, не лишние, розетки лишние не бывают, но так как завуалировать. Эстетику сделать. Маша, крючёчков было три? Три. Раз, два, три. Это все родные. Открыточка, а здесь красивый колокольчик. Слушай, на самом деле прикольно. В детскую куда-то прям вообще огонь. А почему белую не купила? А вот как раз такого размера хотелось. Нет, она же есть и в белом свете. Она в белом свете. Слаболе. Она просто в два раза больше. Ну да, это уже прям лошадь такая вот. Да, она тут никак. Но с другой стороны она стоила ими аранжевыми акцентами, в принципе, неплохо перекрылась. Правильно, из-за цвета. Коралл вот такой вот, он как-то смягчался. Разбавился. Он соединил эту стенку со всей этой другой. И кронштейн икеевский. Дима, подлезь. Со встроенным уровнем. Ну мы о нем говорили. Ну мы про все только уже говорили. Да, мы говорили. Но вот мне очень понравилось его легко монтировать, потому что этот уровень встроенный. Сразу на нем видно, как ровно будет стоять телевизор. И нравится он, что он в разные стороны, и туда, и сюда. И телевизор довольно тяжеленький на нем висит. Он легкий вот этот, эта модель. Это легкая очень модель. Просто так массивно смотрится, как такой огромный. Но моделька легкая, потому что сейчас телевизоры стали полегче, чем 10 лет назад. Запчастей повесе. Я же сама удивляюсь. Так, еще один. Да, еще один. Слушай, это ведь вся твоя мебель, она у тебя из Москвы вместе с тобой переехала. Бэушная, да, да. Насколько я помню, ты перевозила ее, не разбирая, просто вот обернув. Прямо так обернула и в грузовике по дорогам. Ага. Так, куда дальше? Кухня, кушетка? Вот, может быть, антресоль вот эту зону рассмотрим. Давай. Вот это вот выдержка лагом. У меня в Москве было белого цвета. Я под сахаром сразу, да? Да, мы добавим. Дим, видно? Вот. Да. И верно. Пятна остаются. А здесь был магнитик. Просто-напросто магнитик был сдвинут, и вот уже царапинки. То есть вот эти вот такое все-таки, знаешь, покрытие. Жиблое, жиблое, жиблое. И, честно, меня, Маш, напрягают пятна, потому что вот если кто перфекционист, девочки, они же глаз будут дергаться, что у тебя кто-то, допустим, да, ты ушла на работу, то старший ребенок или муж решил что-то приготовить. Цоп, все уже в пятнах. Это опять стоять натирать. Ну, я чистюля, но я как-то это стараюсь не превращать в ад в это все. У нее, значит, лампочки вот очень яркие светятся. И самое главное, что до этого, до этой вытяжки, я почему ее сменила? Тут другая была крона, болгарская. Точно таких же размеров, все точно так же она стояла. Тут же есть упор, ниже не поставишь и выше не сделаешь, да, потому что тут щель будет. Кроной я билась головой. То есть она была чуть... Да, она была пониже, ну, как-то вот она... И еще плюс у нее козырек. Из-за которого ты как раз задевала. Я постоянно бухала сегодня башкой. А в Москве у меня была белая вытяжка, тоже лаган. Мне она очень понравилась, как там она стояла. И я учла, чтобы башкой не биться все это. Вот эти моменты тоже надо учитывать. Хлопоты. Конечно, я ничего не посмотришь, что там готовишь, а я же высокая. И в конце концов я вот решила ее сменить. И так она удачно встала. Да, вот немножечко она даже тут так приподнялась с легонца. Хотя ничего я специально не делала. Просто она вот так встала. Свозить вниз тоже не надо. Как-то я попыталась, но она здесь упирается. А вот поинтересно, на самом деле, встала. Она чуть как бы наверх поднырнула, как носиком наверх. Под меня. Как раз, да, ровно под тебя. Покажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя здесь спрятана интересность. И вот это вот я... Это лаганство. Я для того, чтобы здесь жир не засорял вот эту вот внутреннюю часть... Вообще сейчас Дима покажет, что она все чистейшая. А так не пользована. У меня газа еще нет. Я ж тут не готовлю на газу. Я-то думала. А, но даже и там, где у меня мама так же вот это... С таким же прослойкой. Она живет, да, она и придумала, в принципе. Вот, у нее там все чистенько. То есть примерно то же самое. Да, она ее меняет. Просто выкидывает. И меня научила. У меня сейчас стройка идет у меня, и там вот такая же прослойка. Чтобы соседи, которые ремонтируют свою квартиру, сюда... Булейщик тебе не летело. Не меняю. То есть периодически у тебя лежит рулон этого материальчика. Да, да, да. То есть только стоит рулон. Ой, копейки. Я просто сравнение с угольным фильтром. Несравнимо. Угольный фильтр рубль стоит. Сколько ты купишь-то синтепонок? Да вообще в дом не влезет. Если синтепонок на эти деньги купить. Вот такая вот фишечка. Для тех, кто, может быть, не уяснил, у Маши нет ни угольного фильтра, и нет вывода именно гофрой. То есть просто вытяжка идет естественным образом в центральную вытяжку. Она прям напротив. Я посчитала, что она не нужна вот тут. Она прям тянет и все напрямую. И тут уже только выходит. Но у нас же главное на кухне что, даже не сколько запах, сколько этот жир. Который, да. А он же весь тут. На фетрики. На синтепушке. Так, давай дальше. Таня, кто скупил все подносы? Да знаю я уже, кто скупил все подносы. Саранские подписчики уже морчали по этому поводу. А мне еще прикололо то, что он так кошку тут держит. Все с кошкой тут. То есть ты сначала их взяла чисто из эстетики? Эстетика раз, а во-вторых, вот то, что она сюда влезает. Здесь посуду помыл. Обычно у меня тут большой поднос стоял, и я это все тащила, эту посуду туда. Потому что широкий поднос сюда не влезает. Переходила сюда перекладывать. Переходила сюда, тут капать это все. А это вот помыла сложила? А это прям вот как находка. Так, это у тебя релик. Но у тебя, я в прошлый раз про это говорила, все-таки от воды зависит. У нас вот в этих, как бы, да, разводах вода, фторированная в Мордовии, у нас полностью. Потому что она даже у меня не отмывается. У тебя она фактически нулячая стоит. У нас получше вода. Походу. Из волги. Ну, прямки. Так, что еще есть спрятанного в кухне? То, что не видно. То, что не видно спрятанное в кухне. Ну, вот эти вот разделительные полки, которые очень выручают в таких глубоких ящиках. Варьеры металлические, да? Да, вот эти. Ну, и подложечки, которые... Это у тебя коврик. Кстати, смотри, у тебя вот, я тоже смотрю, загнулся, загибается он. Да, потому что он положен гладкой стороной наружу, чтобы можно было его легко протереть и все. А если бы я его положил пупырками, ну, он бы примелся. Ну, это же дело времени. Ну, да, то есть это расходник. Однозначно расходник. Здесь заморачиваться смысла нет. Да. Так, давай дальше переползем. Вот это вот была такая свободная тумба. Образовалась. Я решила с нее сделать вот консольный столик. Поставила также на ролики. В серединке ничего не требуется, он держится. И вот ящички. Вот лучше было. Да, и воткнула вот эти вот штучки. По факту тебе такой мини-комодик получился. И обеденная зона для тебя для одной. Очень удобно. И для двоих, и трое сядут. А если, например, это... Если больше, у тебя есть больше стол. Однозначно. Можно тут сориентироваться. Расскажи, пожалуйста, про... Нет, это мы расскажем. Расскажи про столешницу. Потому что это не Икея. Она вот... Я рукой провожу там уже изшорканной, дальше некуда. Но, тем не менее, она живая. Да, это столешница. Она была и столом, и скамейкой. Ты ее не резала? Вот она изначально такая была. Она такая. Есть, ну, резать это просто вандализм. Это немецкая столешница. Made in Germany. Ей лет где-то почти 10. Много уже. Вот. И вот эта столешница... Вот она прикреплена... Она уже как раз практически по размеру встала. На двусторонний скотч прикреплена вот к этому тубе. То есть, с лучшотой... Можно ее отодрать. И было даже отдирать, потому что неправильно прикрепили ее. Отодрали, заново прикрепили. И отодрали, и заново прикрепили. Потому что, ну, как мы обычно... Ну, а посерединке, чтобы она красива. Все у нас красиво, то, что посерединке. А оказалось, что подел сюда коленки не влезают, потому что тут же упираешься. И здесь занято. Тут занято, и сюда стул не поставишь. Отодрали, и по-новому. А у коллакса где-то тела или краска? Нет. Да, она вся со скотчем осталась. А, то есть там без... То есть та сторона скотч осталась на нем? Да, да, да. И не беда. Ну, это же не видно же. Не, на самом деле идея классная. Если вот такие вещи попадаются в руки, применять надо. Зачем у тебя просто бы стоял тумбать? У тебя фактически стол получился. Сколько у тебя сантиметров сверху? Вот это 120 на 50. Он, подожди, 70. Ну, так где сантиметров, где-то в районе 50 сантиметров ты вот сюда отогнала. Ну, да, плюс ты сюда стул прячешься. Да, здесь и стул. То есть по факту, чтобы у тебя не было столешницы, у тебя бы выглядело вот так. Стоял бы тумбарек и стоял бы стул, а ты сверху еще накрыла. Да. У нас рядом кушетка рамста. Я знаю, что это вот... У тебя вообще начиналась вся кухня с нее. Да, под нее все пошло. Так, это запчасти мы порасскажем про них. Вот этот вот матрасик про детский, ты мне тогда вот это пояснила. Один из трех. Один из трех. Что это... Она в качестве подушечки у меня очень хорошо тут вписалась. Так, а здесь у тебя, напомни, емно, по-моему, да? Емно, да. Два серых. Сначала был один, но на померку оказалось, что недостаточно. А ты для сна вообще ее используешь? Да, я на ней все время. Я тут и живу, можно сказать. Я тут только туда спать хожу. Нет, а то есть на этом тоже... Я его все время мну. Я тут все время. То есть это у тебя диваны, рабочее место. Да, а я там только вечером. Ну, а бывает так, что кто-то ночевать вообще остается на ней? Еще пока не приехали. Понятно, чтобы кого было оставить себе на своем жилье. Но уже забивают. Не станут? Да, уже забивают. Я хочу вот на этой кушетке спать. Я к тебе в гости приеду, буду на этой кушетке. Я знаю, что ты поменяла ножки. Почему? Да, потому что, как оказалось, они стали рассыпаться. Для меня это было удивительно. То есть прям в хлам? Прям в хлам. Дима, иди сюда. Вот это все от рамсты? Вот это вот от рамсты беленькое. А черненькие? А черненькие это я купила отдельно уже в хозяйственном магазине. Вот оно так, наименование ее тут даже сохранилось. Заглушка пластмассовая, внутренняя, круглая, диаметр 40 мм, цена 7 рупий. Я думаю, что у людей, у которых вот это рамство стоит. Это надо. Я хоть и, конечно, бараньего веса. Тут тяжелее, это никто... Не прыгал на ней. Да, и не прыгал. Ты сюда-то это купила? Это я купила. И сразу видно, что толщина... Видно у этой, и у этой, и у этой еще в два раза, а то даже в три раза. А как у тебя в этом диаметр вошло? 40 см. И то, и то. Да. Просто даже по крылу здесь пошире размах. Это кажется так. А так, когда начинаешь венчивать нормально? Я даже не венчивала. Да, я только поставила, и все встало. Слушай, на самом деле проблема, потому что когда начинает разваливаться ножка, это ей шум дополнительный, двигать начинаешь, все это скрипит. А я узнала не потому, что оно скрипело или что-то, оно же по линолеуму тут елозится-то. Это же все тихо, а я мою пол. И думаю, да что за ошметки какие-то. Фиговины какие-то. Да что у меня тут рушится, понятно? Часы, это откуда летит? Почему квартира разваливает? Почему квартира? Почему по драмству? Раньше залезал этот ящик, а сейчас не вылезает никак. Он прям вот раз и проникал туда. А что там сейчас ящик? А вот этот вот, он тоже с икеи. Вот это раритет! Вот это раритет! Он по драмству очень хорошо заходил. Круто! Я даже название не помню, помню, что они были синие, красные, визуально помню. А на нем сохранилось? Нет, это Vesla, это сейчас продается. А здесь нет. Икея, Мада Ин Россия и все. В общем, кстати, кто знает, название напишите. Мы не помним. То есть у тебя, получается, начала рассыпаться сама плод из ноги, и ты стал понимать, что с кушатькой что-то происходит. Что-то происходит, потому что раньше она вставала, а теперь не встает. Кстати, рамство мне еще служит не просто вот хранилище вот этой коробочки, куда я могу складывать что-то, какую-то хрень, которые не нужны, да, пока что. Она у меня еще служит для того, чтобы вот эти москитные сетки, когда лето заканчивается, их с окон снимаем, и они начинают болтаться кругом. Куда их приткнуть? Куда их приткнуть? Ну, я их приткнула к рамству. То есть ты под рамствуешь? Я там это сделала, натянула два жгута, и под нее к рейкам. Круто, слушай, вот ты креативщик. Когда не знаешь... А, вот. Дим, можешь как-то это? А здесь у Маши хранятся москитки. Сейчас. Слушай, круто. У тебя по факту здесь два шнурка. Да, я за них вот эти москитки с двух лоджий помыла, зацепила, и запихиваю, да. Слушай, офигенный метод. Потому что я с ними намаялась. Они там как... Да у нас такая же хрень, мы ее даже теперь уже не снимаем, чтобы они не терялись и не таскались. У вас же кровать какая-то там. Сангисан. Ну так у вас там, знаете, сколько москитных сеток можно попрятать. Надо тебя к нам, чтобы обкрали. Сапады москиток, сиди, держи. Там хранится елка, инструмент. Вечно фантики от Аленки хранятся там. Скажи, пожалуйста, ты почему емно матрасы под нее выбрала? Потому что они жесткие, достаточной такой жесткости, это раз. А во-вторых, цена. Ну, в общем, цена, качество, функционал меня вполне устроила. Но сначала у тебя был один матрас. Один. Тонковато. Тонковато? Даже не в плане тонковато, а низковато. Я все-таки человек высокий. И мне было это... Ну да, если один, то считай, что ты провалилась прямо на дом. Да, и я вот сидела за этим столом, у меня такой, что у меня стол вообще под подбородок. Мы в прошлый раз у тебя тогда работали после съемок, меня очень устроило, то есть удобно. Вот сейчас, да, самое то. Вот такая вот рамство с этим. Ширина 90 сантиметров, ну, меня вполне устраивает. Это одна спалка. Тут телевизор, тут все, тут можно даже так. А еще одно ноу-хау покажу вам. Давай. Как вот можно было вот так сделать? Вот так при кроватной столе. Офигеть! Див, это что мне? Это как в доме на колесах, где каждый сантиметр. Да, использован. Вот так, и можно и чаек попивать, и так, и ноутбук поставить, ну, в общем, чуху. Красота. Фильм усмотреть и так далее. Я и говорю, у меня здесь проходит, но я туда, это как в спальню. А здесь, грубо, рабочий кабинет. А тут я прямо, я прямо тут люблю-люблю кухню. Давай рассказывай дальше. У тебя стоит стеллаж Лерц, да, который очень многие боятся покупать по причине того, что, ну, на него ничего не поставишь, не нагрузишь, тара-та-та. У тебя здесь сказать, что не нагружено, это ничего не сказать. Да, и для того, чтобы, например, хорошо и устойчиво встал принтер, я поставила досочку, потому что в оценке я все время какие-нибудь досочки покупаю за 2 копейки. Это вот с икеи. Один с фасадиков, да. Да, с фасадиков. И вот я поставила на нее доску, пожалуйста, она держит. А сама сетка-то, она, конечно, жибловатенькая. Жибловатенькая. Вот, а это вот держится очень хорошо. Сам по себе вот этот вот... Ты его не крепила? Я его не крепила, потому что мне еще тут газ должны тут доступ... Домостырить. Домостырить. Поэтому я его гоняю туда-сюда. И как я его собрала, так и собрала. Слушай, прикольно. Ты на самом деле столько на него всего нагрузила. У тебя и книги на него уместились. Пусть дела, что на самом деле путевый. Тяжелый. Но я один нюанс хочу добавить. Не именно к стеллажу, а по сборке. Что у нас сейчас есть шуруповерты практически в каждом доме. Ну да. И я, значит, давай там кушеточку или еще что-то. Вот это вот... Как ты его называешь-то? Стеллаж. А имя его горло? Лесто. Его тоже. Этим шуруповертом. Чтобы быстренько... И что он тебе дал? Разборство работало. На самой большой мощности шуруповерт. Заправленный хорошенечко аккумулятор. Все он мне вот собрал. Но не зря вот в этой же Икея, как ты говоришь все время в обзорах. Ребята, Икея просто так ничего не делает. Она никакого движения, никакой детали она просто так не положит. А там же есть еще вот этот ключ, шестигранник. Я говорю, ну нафиг мне этот ключ? У меня шуруповерт есть. Я все это шуруповертом раз-раз-раз. У меня шуруповерт там уж давится этим винтом. Все там до конца. А потом я этим что-то вот так вот ставлю. Стеллаж поставлю, кушетку. Она что-то вся ходит. Все гуляет. И этим шестигранником после шуруповерта еще, наверное, раза два-три прокручиваю. То есть вот... Догонять приходится. Да. Поэтому, ребят, вот я подписываюсь под твою мину, что... Что просто так ничего не бывает. Что просто так шестигранник не положит. Надо его все-таки добить. Слушай, здесь у тебя тумбарь хэль. Хэмер, если правильно. Да. Битком набитый, да? Битком набитый. Прям все битком. Взяла его в уценке. А что уцененный был? Вот прям такой собранный, прям вот такой готовый. Прям вот так взяла. И ушла. И в машину. А почему уценили? Что с ним? А что с ним, я даже не знаю. Но все у него работает. Может быть, знаешь, кто-то его на возврат просто как собранный вернул. А его просто в отдел уценки вернули. Может быть. Может быть. Но мне, конечно, добавить дегтя в него. Потому что я его упаковываю так, чтобы длинные части все торчали хотя бы больше середины. Потому что он такой глубокий. Где видно? Если туда какая-то мелочь залетит... Пофиг найдешь. Ты про нее забудешь. Смотри. Вот глубина от кончиков ногтей, которой не видно. И вот как пробишь про что мы с тобой в прошлый раз говорили, если бы она ходила туда-сюда, вот выдвигалась бы в эту часть, чтобы тумбы не было. А ты представляешь, как вот я вот этот следующий обзор, вот этот вот кабинет для особенных детей, которые тумбы такие, как выдвинули там, а то она вся видна. Да, да. Что такое не купила? Жаба задавила меня. Возможности этой тумбы. Но опять же, да, смотри, если сравнивать с кабинетом Наташи детки, то есть там нужно, чтобы все это быстро в доступе было. Ты делаешь это тупо под себя. Да, однозначно тупо под себя. И даже вот ножки вот эти вот к столу я приделала тупо под эту всю конструкцию, под этот стеллаж. Да, у тебя же, кстати, ножка-то в сторону отодвинутая. Да, она была в правильном месте, где она типа должна быть, и дырочки там были сделаны. Куда там это все впихать для идиотов? Ну, для таких идиотов, как я, мне надо, чтобы ножки не мешали подходу его максимально близости к этому стеллажу. Ну, столешка, у тебя, я смотрю, вся уёшка возле. А она с этого, суцинки. А, тоже суцинки. Суцинки. Ну, вообще, это швах, короче. Я давно уже борюсь с икеей по этому поводу. Если бы хотя бы в картон упаковывали, они были. Я попечку вам надо рассказать, почему не стоит вот так крепить ножки. Да, да. И когда я её стала крепить в новом месте, у меня крепёж улетал, как в воздух. И я теперь на него боюсь вставать, если мне что-то тут наверху надо. Не надо на этот стал вставать. Я боюсь на него вставать, потому что он, как ты говоришь, в бумагу ушёл. На честном слове закрепил. А самый крепёж, он только тут, вот твёрдые места. А здесь ножка чисто вот номинальная. Да, там, может, один-два винтарка. За одно навеста, да, за одно или два-то цепанулась за края, а дальше в пустоту закинулась. Да, 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 да. Дальше в пустоту. Если дойдёт до такого дела, то... У тебя есть хорошая стремянка, давай без экспериментов. Хорошо. Вот по стремянке, да, вот если пока мы тут засрало. Сразу. Вот эта стремяночка. Ну, конечно, на ней весь ремонт был выполнен. Львиная доля. И очистился, отмылся всё. Очистился, отмылся, но я его, конечно, тоже этой лентой малярной я его защищала. Ну и помыла. На ней можно и сидеть, и вставать, и как гостевой стул можно использовать, если уж так нет чего-то. Покажи, ты как-то так на него, интересно, садишься? Да, есть такие стулья ортопедические для того, чтобы как ты на нём там не сядешь, спину ты на ней не горбатишь. Чтобы вот не было вот этого колеса. Вот у меня, когда какие-то работы такие, за столом, вот я вот так сажусь. Коленками упираешься? Коленки ставлю на это. У меня спинка сразу раз. И обратно не согнёшься уже. Я сижу и что-то кропотливо тут рисую. Это особенно если кропотливо что-то, потому что забываешь. Как картины твои, мелочи вот эти все. Да, да, вот это всё, это шизофрения. В общем, в конечном итоге мне не надо зацикливаться о том, как у меня спина там располагается. Ты не думаешь о плечевом поясе, ты просто сидишь, сидишь как надо, и при этом у тебя полностью разгрузка идёт. Да. Слушай, ну я ещё валяюсь от того, как ты универсально, у каждой вещи у тебя находится ещё 150 применений. А я как посмотрела вот этот вот стул, у него, конечно, там вот такс-кос, у этой такс-кос, тут подушечка, и 15 тысяч за это всё. А это 2 500. А это 2 500. Вот уценки была, или распродажа была, по цвету, как он тут вписался. Это у тебя уже профессиональная. Так, а сейчас посмотрим. Нет, уценки не была, распродажа была, потому что была бы уценки, был бы несмываемым чёрным маркером значок O. Ага, значит распродажа, но я помню, что я его взяла дешевле. Вот. Распродавали его точно, это прям однозначно. Поэтому вот этот вот стульчик ортопедический, он у меня ещё вот так служит. Так, раз, и сразу спинка, опс. И зафиксировалась. И я даже не зацикливаюсь. Классно. Так, здесь, а нет, давай показывай свою галерею. Галерею. Приятную. Да, как только я вошла в эту железобетонную, без стяжки, кухню, сразу поняла, что я, вот эти полочки у меня были уже куплены, я сразу поняла, что я их поставлю сюда. И вот я себе сделала тут такой, на всякой вот этой лабуды. Вот эти тоже, это и киевские. Это держатели у тебя? Так, подожди, а он у тебя просто вставлен, да? Он у меня просто вставлен для чего? Чтобы вот этот вот край не убегал. Не убегал. А она почему-то держится, там же эти прорезиненные ножички. И она, самое главное, что встала тут по размеру. То есть ты ничего не переделывала? Ничего. Вот поставила. То есть по факту у тебя получается держатель для книг, вместе с полкой, как она называется, на М. Если что-то у меня все из памяти пуговато. Полка 299 рублей стоит. Ладно, не буду издеваться над языком, ни над своим, ни над чужим. Да, встал идеально, ничего доделывать не надо, и при этом у тебя это фиксатор края, никуда ничего не падает. Да, и он хорошо так стоит. А контейнеры ты специально подбирала под размер? Контейнеры, да, они вот под размер просто попали. Это с Алиэкспресс выписывала. И они просто вот... Встали как надо. Ну, если бы не стали, я бы туда загнала бы. Ты бы запинала, я не сомневаюсь. Они бы запинались бы. Вот точилочки хорошо тут тоже стоят. То есть по факту куча канцелярия у тебя стоит на этих полках. Да, и это очень так... Ты брала каратыши по 55 сантиметров, длинные, ну там, не распиливала, ничего. Ничего, это каратыши. Ну, пошли дальше. Ага. Любимые коврики. Да, вот все-таки название персидский ковер для нас, людей из СССР... Многое знание. Многое знание. Большое себе позволить не могу. Я решила на маленький раздавить. Начать с маленького. Хотя бы им и закончить даже, но тем не менее. Сам факт наличия в доме персидского ковра... Ручной работы. Важное замечание ручной работы с этой маленькой фейкой. Ну, синенькое, оранжевое, это мои любимые цвета. Ну, у тебя и сочетание под кухню получается, это более... Мне еще в прошлый раз понравилось вот эти твои маленькие такие лайфхаки применения, что у тебя на подоконнике маленький ковер, он такой уютность дает. Ты бы видела, как в Икеа его доставали с самого верха. Такое впечатление, что... Мне топ! Именно так. И шип. Там так долго искали лестницу той длины. Ну, там сложновато сейчас. Сотрудников мало, сотрудники работают один человек на два-три отдела. Это физически очень тяжело. Да. И он вот прям настоящий такой колючий, шерстяной персидский ковер. От одной только мысли. А у меня есть персидский ковер. Не важно, что он маленький. У меня есть персидский ковер дома. Так, давай на балкончик. На балкончик. У нас здесь коврик. Стремяночку мы уже показали. Дима, сходи. Да. Вот этот вот коврик, я его бы назвала ортопедический тоже. Благодаря... В окно улетательное. Да, в окно улетательное. Благодаря вот этим вот шнурам. Потому что с непривычки, когда на них встаешь, прям реальный массаж стоп. Ну да, если вы на обратную сторону перевернуть, красоты не будет. Совершенно верно. Кстати, у кого такие коврики? Вы их как используете? До этого он у меня использовался на скамейке. Которая была столом? Совершенно верно. Как раз под размер подходила? Очень хорошо подходил под размер и выглядело мило. И слегка вот это вот свешивалось. Прикольно. И кисточки как раз. А сейчас оно у тебя тут же под ногами вместо массажного коврика. Да, но пока на улице холодно, я вот сюда поставлю. Ну да, хоть у тебя здесь вроде сейчас показывает 15... Нет, уже 20 градусов. 20 он все время так, потому что у меня это окошечко открыто. А тут тепло идет. Тут тепло, балкон... Маш, покажи раритет. Вот этот раритет? Да. Я даже знать не знала, что он раритет. Ну как, он раритет в плане исполнения. Так-то эти мольберты есть. Без проблем, они продают. Это 1800 рупий российских стоит. Но у тебя очень старое исполнение с металлическими крепежами, которых уже нет. А вот, понимаешь, вот когда ты вот это так все рассказываешь и объясняешь, не понимаешь, что вообще у тебя есть. Какая ценность-то какая. Какая ценность. Потому что он был выброшен. Из-за того, что... По-моему, чуть ли не Франция была, нет? Вот здесь... Тут Индонезия. Нет, просто... Индонезия там? Индонезия, да. Тогда читали. То есть он не российского производства. Это на самом деле... Вот с такими крепежами мольберты были в самом-самом начале, когда Икея только зашла в Россию. Это одни из первых мольбертов. Поэтому он у тебя до сих пор жив. То есть в самом начале Икея была очень качественная, да? Ну, качество, ребята, было у Икеи. Вот все подтвердят, кто пользуется давно, в разы. Посуды Фергрик. Которые сейчас самые бюджетные. Я первые кружки привозила из Москвы, из командировки, когда работала снабженцем. С Димой мы еще знакомы не были. Это был, по-моему, 2003 год. Более темно-синего цвета. Стоили это по 10 или по 15 рублей. Они мне до сих пор живы. Хотя Фергр... Фарфор или керамика какую-то? Такая же керамика. Керамика, как Фергрик и сейчас. Но она менее пористая, более плотная. И покрытие, вот это вот обливное, оно более крепкое. Оно не пошло трещинами? Ничем. И такого, видишь, темно-темно-синего цвета. То есть вот с этой маленькой, ировиной. Я просто до сих пор помню, у папы руки крупные. Ага. И привезла. Куда это? Как этим пользоваться? Я говорю, что ты прикольный. Поэтому, да, качество у Икеи все-таки, ну, блин, есть такое дело. Поподсела, попросела. Я ее апгрейдила в эту сторону, потому что грифельная сторона была вся в хлам. Я ее зашлифовала, покрасила краской, а потом на Алиэкспресс выписала эту клеенку. Листочек. Ну, и она продается и у нас, и на Азоне тоже можно заказать. Сейчас ребятишкам покупают. Удобно обклеил, где надо, и рисуй где. Вот я ее приклеила, а тут покрасила, чтобы можно было. А тебе она зачем? А я рисую. А, то есть ты на ней... Да, тоже можно на ней рисовать. То есть прежде чем картина какую-то рисовать, ты где, ты наброски... Или если там доска, например, нарисована уже, и жалко, то здесь набросок какой угодно. А, то есть оно тебе для дела. Ты не просто так оно у тебя стоит, ты ее используешь... А тут все, а не просто так. Дима, иди сюда. Ну, здесь как обычно. Маша не может без этого. Это красотуленьки. Мой любимый фонарик. Я его рисовала даже вот. Кстати, неплохо держится. Он так и висел. Потому что вот эта часть у него довольно-таки слабенькая. Она вываливается. Не было такой проблемы. У нас просто на балконе не висят, а вываливались пару раз. Вот какая-то была коллекция. Я не знаю, там брым-брым-брым как-то называется. И ты обратила внимание, что как хорошо, что вот эта вот штучка закрывается на магнитик. Да. Вот это было бы вот классно. Потому что вот эта вот дверочка, она прям вот, ну, жиблая. Ага. Вот что хочешь с ней делать, то есть ее вот лишний раз, скажем так, не пооткрываешь. Да. Так, здесь у нас фейка и свечечка стоит. Слушай, а что тут такое? Это камушек гранитный. На кой? Ну, как подоконничек и держит вот эту вот... Подсветочку. Лампочку. Ну да, в этом доме ничего просто так. Ничего просто так. Ванну пустишь? Конечно. Знаешь, откуда? Откуда? Так, давай, открывай свою красоту. Вот меня, кстати, спрашивают, думают, что это тоже сакеи, из каких-то гардеробных. Все отдельно. Ну, люди думают. Я-то знаю, ты профессионал, так сразу понимаешь. Свет включается здесь, потому что дверь открывается. Это неудобно. Вот. Вот с икеи вот этот шкафчик. Очень его люблю. Мне нравится... Ты его здесь уже в Нижнем покупала? Нет. Или тоже переезжал с тобой? Переезжал со мной. В 13-м году он был куплен. И вот мне нравится, что у него дверки стеклянные. У него отражается еще свет дополнительно. Объем дает. И объем дает, и свет дает. И то, что он узкий и высокий. То есть по факту тебе... Они квадратные. И маленькие. Да. И он дает такой взлет наверх. Классно. К нему можно тут всего-всего приделать. Все нацепают, да, то есть дополнительно. Да. Тут вот это вот и киевское полотенчик, и гаранность. А дверь-то вот эти с зеркалом, они жутко тяжелые. Но из-за того, что они поделены надвое, то есть эта нагрузка распределена на... Ничего не провисает. Ничего не провисает. Я видела у людей, у которых одна вот эта вот створище. Что-то взять, и она потом провисает, криво становится. Нет, здесь на самом деле так и должно быть. Мы почему-то просили тебе ванну показать. У тебя здесь есть интересный лайфхак, который в принципе не связан с икеей. Я кайфую просто вот от этой вот мозаичной плитки. Не просто она у тебя там, да, вот как, господи, как фартук, да, защита от брызг, а именно как элемент декора. И проблемная, закрытая труба смотрится красиво. Не просто сырый цвет. Да. Да, это вот у меня подруга предложила так вот сделать. Ей, кстати, столешницу тут тоже... Её увеличили, потому что этот столик, он не относится к... Это уже вижу, да, что это неродное. Да, это тумба, она в принципе вот уже здесь и заканчивается. Вы нарастили. Нарастили, облепили. Это просто там USB-3 плита. Нарастили, облепили и адаптировали. Слушай, а вот эти мозаичные полотна, они как-то на клеевом слое каком-то, или ты сама их на клеевой слои? Клей белый покупается специально для мозаики или для плитки, он должен быть белый. А сами вот эти вот чипы, ну я тебе покажу. Есть ли у тебя в таком? Конечно, у меня осталось. Покажи, пожалуйста, как это выглядит, да. Потому что очень интересно, они же вообще ощущения, что у тебя вот такое целиковое это. Мне их просто сейчас надо будет... Давай, доставай из своей большой кладовки. Ой, какая она кваснючая. Подожди, то есть получается каждую... Так, помогай, чтобы не рассыпаться. То есть это каждую нужно отодрать? Нет, нет. Это вот, это изнанка. Это её изнанка. А лицевая часть, вот она, под бумажкой. Замокается потом. Она наносится в клеевой слой белого цвета. И вот так... Шпандюрится. Из-за чего она на бумажке, она дешевле. Те, которые на сетке, они дороже. Те, которые на сетке, ты видишь, хоть по крайней мере, как ты другой лист будешь с ней соединять. А на бумажке я вообще ни хрена не вижу. Так. И прилипляешь. А, бумажку? И оставляешь. И вот она прилипла туда. И так вот, а потом, как я ему сказала, бумажка намокается и счищается. И они все там влиплены. А потом сверху этим... Замок? Да. Прикольно. А я думала... Мать, это же технология уже много тысяч лет. Я никогда ничего не клеила. Вот тут можно вырезать по размеру. Какого надо размера приделывать. Вот такая штучка. Интересная штука. Но, видишь, вот эти мазаки, они плоские. Ну, там 2 миллиметра или 3. А бывают они толстые. Ну, они разные. Бывают такого размера, бывают и небольшого размера. Ну, это я, да, по размеру видела. Просто сам алгоритм ему как бы не вдавался. Если честно, думаю, ну, как-то там приклеилось и все. Это у нас Дима за ремонтная работа отвечает. То есть я не тому рассказывала. Да, да, да. Мне это просто прикольно. Так, мы вроде как все показали, да? Комнату мы показывали, балкон мы показывали. Красивую красоту, которую нас встретили, тоже показывали. Но не успели зайти, Маша, говорит, у меня есть сюрприз, я его не покажу. Да, ну, вот покажу на сейчас. Если вы помните, то в прошлый раз здесь, на этом стеллаже, стоял светильник в виде домика. И мы все, значит, это послушали, как свет из его окошек мне прям в глаза бьет. И Дима про оркостекло говорил. Ты, может, куда-нибудь заземлишься с коробкой-то? Пошли на кухню. Пошли. И вот я, читая, значит, комментарии, а я хочу сказать спасибо большое за теплые слова в комментариях. За адекватные. Да, за адекватные, за понимание, за все, за все. И вот я читаю комментарии, и кто что предлагает. Ну, конечно, Дима первый предложил эту вот подложечку. Ну, конечно, подложка, она тусклый свет бы давала из нее. Я рассматривала вот такую, вот эту кухонную подложечку, подстеллужку. Уж прям приготовила уже ее вырезать. Ну, положила, приложила к окошкам эту подстеллужку. Ну, как-то простовато. Страшненько. Был комментарий, что можно уж туда цветные окошечки сделать, он будет красивее смотреться, интереснее. Зацепила и прям согласовалась с моим тоже внутренним убеждением, что должно быть цветной. Вот. Кто-то предложил слюду, кто-то предложил то-что 5-10. Спасибо всем, кто остался неравнодушным. А сейчас... В итоге. А сейчас будет в итоге. Но в итоге это самый такой комментарий был такой. Очень короткий, как пуля, но меня зацепил насквозь. А в домике окошечке нужно застеклить. И дальше с мальчики типа ха-ха-ха. Ха-ха-ха, Маша говорит, нельзя же. Было бы и поржать бы дальше. Ну, смотрите, что в итоге. Класс! Ты их застеклила. Охренеть! А их можно застеклить. А чем ты застеклила? Эпоксидка? Эпоксидка. И колеры, да? И колеры. Ну, краски-то у меня сколько хочешь. Охренеть! В одном из комментариев было предложение еще поставить сюда лампочку от холодильника. И я ее стала вот прям специально... Вот, сколько там маленьких. Совершенно верно. И он стал покороче. И как раз лампочку... Я купила ее, я нашла эту лампочку. Купила ее. Да, и мне вот это все... Смотри, какой классный... Он живой стал. Да, а как светит. Давай, включай. Вот это сюрприз, так сюрприз. Зелененький, синенький. Я знаю, что сейчас с эпоксидкой что только не делает. И столики, и полы. Вот, кстати, слово о том, что с эпоксидкой что только не делают, я еще до этого с ней не связывалась. Никогда, ни разу. Один раз это было в школе, когда мы с соседским мальчиком клеили лыжу сломанную. Этого мне хватило, да? Да, вот тогда вот это с эпоксидкой и работало. Стекло, стекло. Я как понимаю, это первый твой опыт, да, с эпоксидкой? Вот так. Поэтому местами где-то есть идеальные, не идеальные. А это просто там пленка клалась, она же это же пространство. И заливалась. И заливалась. А пленку натянуть невозможно через этот... Удеально, да, как? Если бы это были отдельные детали. Туда ведь не пролезешь, где вот... Слушай, домик вообще такой прям вот живой-живой получился. Вот Икея, давайте додумывайся, пожалуйста. Чтобы у меня в таком виде было в новогодней коллекции. Классно. Не, а что, нельзя было сразу так сделать, да, Икея? Ну, бы вообще на расход понесся бы. Да, давайте будем другую двести подождать. И там лампочка из-под холодильника. Малюсенько вот это тут светит. Так уютненько. Сразу он другой стал. Да, он стал другой. Причем хочешь холодные оттенки, хочешь теплые. То есть какой стороной повернешь. Ну, такая вот стала штучка. И когда еще что-нибудь придумай, и нас позови, мы еще придем снимем, да, Дев? Поэтому застеклите окошки в домике. Это оказалось не ха-ха, а именно тот самый лучший вариант. Спасибо вот большое. Так что видишь, какой коллективный разум. Кому-то поржать, а кому-то пользу принесло. Относи на место жильца. Ну и что, прощаться будем? Да, долго задержались немножко. Опять получилось как кино. Опять целое кино. Пойдем прощаться. Ну что, спасибо за второй раз за приглашение. Ты можешь сказать, нет, за то, что не отказала. Нет, я ни в чем отказываю. Это судьба. Наш, 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 наш. Да, ребят, спасибо вам. В такую погоду, в такой ужас. Вы все-таки нашли время приехать и порадовать меня своим присутствием. Спасибо вам большое. Ждем заявок. Да? Что, да, говори? Каких заявок? На рум-тур? А, ну это да, то есть это с удовольствием. Нет, ну знаешь, кстати, интересно такое было предложение. Обратилась гостиница в Самарской области. А придите у нас поснимать. Так. А я говорю, ребят, ну, хотя бы на таз вас проезд, проживание, потому что нам, в принципе, в Самару не надо. Если в Нижний мы приехали заодно еще кучу других дел, на что было сказано, нет, ну это же вам надо. Вот так, да, значит, они считают? Я говорю, нет, ребят, извините, так это дело не работает. Потому что если просто прийти в гости к подписчику, пообщаться, показать красоту, а когда это гостиница, когда, извините, это бизнес, это уже реклама. Поэтому нет, друзья мои, на такие приглашения мы однозначно говорим нет, потому что, ну, не на такой еще канал, чтобы кататься везде и за свой счет. Да. Поэтому пишем комменты, не стесняемся. У кого есть желание, мы, кстати, наверное, скоро будем даже писать, где, куда мы, в какие города в ближайшее время едем, перемещение, допустим, сейчас в Новосибирск в ближайшее время улетаем, но там у нас вряд ли время будет. Это вот как карта у военных, да? Да. Флажки такие. Тынц, 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 тынц. Да. У путешественников так тоже. Куда, где, какие машины. Ну, босс, если карта много места занимает. Это мы на пенсии потом объясняем. Тыкать, тыкать, тыкать. Так что повторюсь. Пишите комментарии, не стесняйтесь, Мария ответит. Я по-моему, Мария Дельвейс, да? Да, да, да. Ник, по крайней мере, в Ютубе. Маша ответит на все ваши комментарии, какие у вас вопросы есть, где там, как крепила столешницу, как там что обрезала, как подрезала. Это все книги, книги, книги. Так что еще раз тебе благодарность большая за то, что нас пригласила. И вам большое спасибо за вашу работу и за ваши обзоры. Пока!